Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Перед вами модель под названием GU-G3C Все вы знаете этот смартфон Эта модель уже выпускается, наверное, второй год Начинала она выпускаться на двухъядерном процессоре Потом были модификации из самых различных четырехъядерных Вот в такой вот коробке поставляется этот смартфон GU-G3 В комплекте только зарядка, USB кабель Если у нас есть переходничок, мы влаживаем Ни пленок, ни чехлов, ни бамперов в заводском комплекте нету Да и они не влезут просто в коробку Итак, модель GU-G3C Это смартфон 4,5 дюймов Давайте рассмотрим его внешний вид Итак, спереди у нас три сенсорных кнопки Меню домой и назад Эти сенсорные кнопки подсвечиваются Если на них нажимать Сверху мы видим динамик Камера фронтальная на 2 Мп Датчик приближения и освещения И индикатор пропущенных вызовов Вот эта вот панель, она спереди металлическая Сверху у нас разъем под наушники И кнопка включения и выключения С этой грани нет ничего С этой грани качелька громкости Снизу у нас разъем под microUSB и микрофон Сзади смартфон имеет 8 Мп камеру Вспышку Логотип GU Тут тоже надписи GU Сам корпус выполнен полностью из пластика Вот эти две вставочки, они металлические Под крышкой можно увидеть аккумулятор на 3000 мАч Именно благодаря этому аккумулятору и его толщине Толщина суммарная смартфона примерно 11 мм Что довольно таки много по нынешним меркам Работает смартфон с двумя сим-картами Полноценными, полноразмерными И слот под microSD карточку Хочу сразу сказать, что эта модель обновлена У нее новый процессор У нее 4-х ядерный процессор MTK6582 С частотой каждого ядра по 1,3 ГГц Давайте смотреть технические характеристики Сколько показывает смартфон в Antutu Это примерно 16-17 тысяч баллов По характеристикам Операционная система 4.2.2 Android MTK6582 Графический ускоритель Mali-400 Это то основное отличие смартфона от всех предыдущих От G3C модели Это именно основное ее отличие То, что хороший нормальный графический ускоритель Разрешение экрана HD Задняя камера на 8 Мп Здесь гиг-оперативки 4 встроенных Сразу хочу сказать, что прошивка выполнена таким образом, что она требует для нормальной полноценной работы карточку памяти На которую можно будет записывать все подряд Без карточки памяти смартфон не фотографирует, не скачивает с Play Market приложение, поэтому нужна карта памяти Четыре ядра по 1,3 ГГц Двухмегапиксельная авторфронтальная камера И различные датчики Мультитач у нас, как и был раньше, он 7-точечный То есть, это фишка GI такая И Z-Device Test, в котором я хочу вам продемонстрировать основные датчики, которые есть в смартфоне Есть здесь Wi-Fi, Bluetooth, GPS Есть компас, есть приближение датчика освещения Есть вспышка, есть гироскоп у этого смартфона По прошивке не могу сказать ничего плохого За время тестов моих смартфон не глючил Она не полностью на русском языке Здесь есть немножко китайского софта Вот такие вот менюшки В основном меню, в основных настройках здесь все на русском языке Абсолютно это все без проблем Есть различные вот такие вот меню Есть верхнее выпадающее меню То есть, прошивка русская, я думаю, это можно будет обновить в будущем прошивку Так как модель новая, только недавно вышла Это этот вариант Еще хочу сказать по поводу этого варианта Это первая модель в моих руках На моей памяти Которая имеет этот процессор 6582 И разрешение экрана HD До этого все разрешения экранов, которые я держал с этим процессором Были QHD, то есть, это 960 на 540 Это процессор, в моем понимании, это именно бюджетный процессор для бюджетных моделей Это так и есть, действительно, GAUG 3C стоит где-то 180-160 долларов То есть, примерно 2000 гривен, например, на данный момент в Украине Что касается экрана Раньше этот экран считался действительно крутым Считался шикарным Тут IPS-матрица, само собой Тут хорошие углы обзора Это все понятно И никаких нареканий здесь нет Он очень яркий, очень сочный Цвета не преломляются Все классно Однако, по меркам современным Те модели, которые восьмиядерные С ОГС-экранами Здесь, кстати, не ОГС Здесь отдельно тач и дисплей Поэтому есть воздушная прослойка И углы обзора не такие шикарные, как в моделях подороже, скажем так Все-таки это сейчас уже модель бюджетного класса Это такой весомый среднячок с классным аккумулятором Ладно, идем дальше Что касается звучания Я тестировал динамик Микрофон ушной при разговоре Тут все меня устраивает Отличный звук Громко, чисто все По поводу внешнего динамика Тут тоже все классно Действительно, очень громко играет Буду параллельно вам демонстрировать Этот звук И он очень громкий А вот в наушниках звучание среднего уровня Мне не особо понравилось Какое-то такое пресноватое Что касается производительности В Antutu вы уже баллы видели А теперь я хочу продемонстрировать вам Как запускаются игры Я напомню, что даже на GU-G3S Который имеет 6589 процессор Турбированный Современные игры немножко подглючивали Как мне кажется На этом процессоре В связке этого процессора и этого дисплея Модель отрабатывает лучше в плане современных игр Смотрим В общем, по поводу игр Мне понравилось, как играются Они GTA немножко подтупливают В принципе, я выставил все настройки на максимум Ну и ничего страшного Смартфон для такой цены Для такого уровня смартфона Вполне нормальный результат Также я тестировал аккумулятор В этой модели 3000 аккумулятор Это довольно-таки много В принципе, компания же всегда славилась Хорошими зарядами Я тестировал его В программке Anduto Tester 747 баллов Это классный результат Я уже отвык от таких результатов На смартфонах Восьмиядерных Такого в помине нет Там хоть бы 200 Ой, хоть бы 500-600 было Далее я сделал тест Со 100% до 14% Это у меня был YouTube YouTube видео С включенным получается Wi-Fi С максимальной яркостью 3 часа 25 минут Ну, если бы я его до нуля разрядил То это было бы 4 часа Я считаю, что с YouTube Это хороший показатель То есть, обычного видео Было бы там часов 5 Далее я тестировал GPS Через инженерное меню Первый старт у меня занял 48-49 секунд практически Я считаю, что это хороший результат С GPS проблем у меня не возникло никаких Камера здесь 8-мегапиксельная основная 2-мегапиксельная фронтальная Ну и видеозапись идет в формате Full HD Что хочу сказать по поводу камеры Наверное На те времена Когда этот смартфон считался флагманом Когда он считался топовой моделью Эта камера была просто шикарная И там одна из лучших Сейчас камера снимает хорошо Но мне хочется большей резкости Мне хочется большей четкости Мне хочется Это вот, кстати, фотки При съемке с вспышкой То есть, ну, с близкого расстояния Однако вспышка работает И это довольно-таки хорошо Вот так вот Камера, в принципе, хорошая Но мне хочется большего Я понимаю, что это бюджетный смартфон Уже сейчас Стоит он недорого, я уже говорил Фронтальная 2-мегапиксельная В принципе, там, нормального тоже уровня Для скайпа без проблем Хочу подвести итог GU-G3C Это модель Такой средний Средний такой Смартфон Средничок По всем параметрам Это и цена Цена средняя Это HD Разрешение дисплея Это размер небольшой Толщина, он довольно-таки толстый Нет у него OTG-функции Камера довольно-таки средненькая Производительность Хорошая Это игровой смартфон Хороший аккумулятор Трехтысячный аккумулятор Из минусов Таких однозначных минусов Я не могу сказать Что есть какие-то Существенные недостатки У этого смартфона Мне на среднем уровне Показался Звук То есть можно было бы Действительно лучше И что-то меня не особо Порадовала сборка Этого смартфона Я вот вам даже покажу Вот угол экрана С корпусом Он не люфтит Он не ходит Может быть это так и должно быть Ну вот на камеру Наверное даже не видно А вот так вот видно Даже такая Полумиллиметровая Такая щель есть То есть Ну вот Вот такое вот Такая вот беда В принципе все Смартфон реально Достойный За свои деньги Отрабатывает на все 100% На этом все Спасибо за внимание Кому понравилось Ставьте лайки Подписываемся на канал Мы всегда с вами Будем снимать для вас Новые видео Всего доброго вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому